В России сегодня около 160 тысяч фермерских хозяйств и около 17 тысяч малых сельхозпредприятий, которые вместе обеспечивают более половины волового сельхозпродукта. Об этом в Совете Федерации на конференции по вопросам развития малого предпринимательства, фермерства и локальных производителей рассказал председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Сенатор напомнил, что в России за последнее время существенно изменилась торговая инфраструктура, количество розничных рынков сократилось в 6 раз, и поэтому Совет Федерации ищет новые механизмы сбыта для малых сельхозпроизводителей. Как малому агробизнесу попасть на большую полку? В нашей студии председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Александр Владимирович, здравствуйте. Но в феврале в Санкт-Петербурге на первой конференции малому бизнесу и большую полку вы подробно разбирали проблему выхода фермерской продукции на прилавки сетевых магазинов. Вот что-то изменилось за эти полгода? Что-то удалось сделать? Те поставленные задачи, о которых вы нам подробно рассказывали, они реализованы? Мы обсуждали две задачи после Санкт-Петербургской конференции. Первая – это законопроект, который должен быть подготовлен для продвижения фермерской продукции, снятия недобросовестной конкуренции между фермерами и крупными агрохолдингами. И вторая задача у нас была, если помните, практическая – это конкретное заключение договоров между крупной торговой сетью и фермерами. Отвечаю вот по порядку. Что касается законодательства, был подготовлен, внесен в Государственную Думу законопроект, который определяет понятие фермерской продукции, который определяет полномочия регионов по созданию агроагрегаторов. Мы в рамках эксперимента выявили, что такой агроагрегатор нужен. В Липецкой области, насколько я помню. В Липецкой области, в Тульской области. У них могут быть разные формы агроагрегатора, может быть, как сельхозкооператив, так и отдельное юридическое лицо, либо сама торговая сеть может взять на себя функцию агроагрегатора. Мы законодательно не ограничиваем эти функции. И такой законопроект не только внесен, он на ближайшей законодательной комиссии в правительстве был поддержан. Поэтому мы ждем первого чтения для того, чтобы получить определенные предложения от регионов, от федеральных органов исполнительной власти, чтобы его дорабатывать. Но есть такая амбициозная задача, постараться его принять в осеннюю сессию, хотя работы будет очень много по закону проекта, он фактически формирует новую меру поддержки фермерской продукции. Но такие задачи перед собой ставим. Что касается заключенных договоров и фермеров, которые смогли начать работать с крупной федеральной торговой сетью, за полгода их количество увеличилось на 700. Об этом сегодня на ярмарке как раз сказал президент, X5 Retail Group. И это, я считаю, очень серьезный практический результат. Мы на той конференции смогли сломать вот этот старый стереотип взаимоотношений, когда торговая сеть выставляла штрафные санкции, жестко привязывалась к объемам, а фермеры, наоборот, боялись идти на договорные отношения, потому что понимали, что могут не выдержать тех условий, и их работа будет убыточной. Сейчас ситуация полностью поменялась. Это очень лояльные договоры, где нет штрафных санкций. И сейчас через вот такую внутриотраслевую коммуникацию фермеры рассказывают друг другу о своем опыте работы. И мы видим, как проходит закупочная сессия. Она в рамках ярмарки идет. И это не какие-то сложные переговоры. Люди сидят в комфортной обстановке. Есть дружелюбный настрой, и фермеры видят, что торговые сети заинтересованы в их продукции не меньше, чем они хотят попасть на эти прилавки. Раньше мы наблюдали некую настороженность. Она была... На торговые сети фермеры смотрели друг на друга очень настороженно и боялись друг друга. Она была, но я хочу сказать, что ситуация меняется. И во многом благодаря вот таким закупочным сессиям. Это нужно делать. Это и укрепляет конкурентноспособность торговых сетей. Потому что когда фермерские продукты не стали появляться на федеральных прилавках, я говорю про ситуацию пятилетней давности, очень активно начали развиваться интернет-площадки, которые начали торговать фермерской продукцией. Мы считаем, что фермерская продукция должна быть и в интернет-торговле, и должна быть, конечно, на крупных федеральных полках. Я думаю, что она вообще должна быть на расход, потому что это свежий продукт, он не должен залеживаться. Другое дело в цене. Но об этом чуть попозже. Вот по поводу агрегатора. Поясните нам, пожалуйста, и напомните нашим зрителям, в чем суть этого агрегатора. Потому что мы очень много об этом говорим. Валентина Ивановна поставила конкретные задачи еще в начале года. И вы полномерно, системно пытаетесь решить эту задачу. Но мы не совсем понимаем, что это за агрегатор такой. Какова его функция? Моделирование какое? Чем отличается фермер от крупного промышленного предприятия? Во-первых, объемом производства. Во-вторых, наличием компетенции и оборотных средств. Вот мы видим на видео, молочное предприятие делает уникальную фермерскую продукцию, например, творог. Но при этом у нее нет оборудования для упаковки этого творога, для его обработки. Но при этом этот фермер создает продукт, который может быть востребован, но по своим качествам не может попасть на прилавках федеральной торговой сети. Есть агрегатор, он делается на базе либо сельхозкооператива, либо на базе торговой сети, значит, где этот творог закупается, упаковывается в правильную упаковку, обрабатывается, проходят все санитарные проверки, и после этого попадает на прилавок. При этом агрегатор может не ограничиваться поставками только в торговую сеть. Например, агрегатор, и это по примеру нашего эксперимента, является крупнейшим поставщиком в социальное питание, в школьное, в детское питание. И это тоже очень большой плюс, потому что родители, давая отзывы о школьном питании, часто говорят, что они не видят в ассортименте своей региональной продукции. Есть липецкий хлеб, вологодское масло. И, естественно, жители Вологода спрашивают, почему, например, в рационе нашего школьника, нашего там ребенка, нету того или иного вида продукции. Потому что, опять же, нету агрегатора, который мог бы эту функцию выполнять. Еще раз говорю, в каждом субъекте своя специфика, свои особенности. Есть регионы, где очень сильно развиты сельхозкооперативы, и в этих регионах сельхозкооперативы будут агрегаторами. То есть это фактически спрямление вот этой цепочки поставки, потому что в кооператив входят вот эти сельхозпроизводители. То есть они сами произвели, переработали, и они же поставили на прилавок. О чем всегда говорят и жители, и на крупных федеральных площадках говорят, надо уйти от перекупщиков, надо уйти от тех, кто не создает добавленную стоимость, а фактически спекулирует. Вот такой агрегатор – это тот, кто создает добавленную стоимость и производит продукт в виде упаковки, сортировки. И зачастую это могут быть сами фермеры или сами торговые сети. Один из самых главных вопросов – цена. Цена вопроса. Какова вот эта добавочная стоимость, когда уже фермерский продукт попадает на полку большого супермаркета? Удерживаются ли сейчас цены? Что влияет на ценообразование, когда фермер приходит или заявляется в большую торговую сеть, что мы бы хотели свою продукцию размещать у вас? Но потом они вдруг видят в сети цены намного выше, чем они продавали. Вот в этом плане вы прорабатываете вопрос, чтобы мы, потребители, чувствовали, что этот продукт мы готовы купить? Сегодня внесены два законопроекта, которые обсуждаются именно по теме ограничения цен на торговых прилавках. И многие из них пока не имеют поддержки, связано это с тем, что возникают риски возникновения дефицитов. Потому что у нас сегодня рыночная модель, которая позволяет торговым сетям конкурировать. И конкуренция сегодня высокая. То есть если торговые сети начинают необоснованно поднимать цены, то тут же включаются интернет-площадки, которые могут это делать дешевле, доставлять до дома. И сегодня эта конкуренция выстроена. При этом с Минпромторгом также обсуждается история по созданию больших региональных оптово-розничных рынков. Для того, чтобы это тоже стало некой конкуренцией для торговых сетей, чтобы все находились в такой конкурентной форме и понимали, что завышенные расценки не будут способствовать увеличению дохода компаний. И такие сегодня рыночные механизмы созданы. Но вторая точка зрения тоже имеет право. И дискуссия сегодня на эту тему идет. Стоит ли законодательно ограничивать цены на прилавках. Возможно, речь идет о том, чтобы какие-то социально важные группы товаров. Но хочу напомнить, что когда началась ситуация, связанная с изменением цен на сельхозпродукцию, крупнейшие торговые сети договорились и добровольно на социально значимую группу товаров внесли ограничения по стоимости. Поэтому здесь вопрос дискуссионный. Мы же тоже понимаем, что у нас достаточно высоко сейчас поднят уровень и культура торговли. Давайте вспомним, как выглядели магазины и рынки 20 лет назад. И сегодня это современнейшее здание находится в удобном месте. Кондиционируются, отапливаются. Удобные парковки, удобные въезды. Сейчас есть все возможные услуги, которые можно получать. И мы тоже понимаем, что эта инфраструктура стоит денег. И, конечно, вот эти удобства, они тоже стоят денег. Поэтому принцип такой. Больше конкуренции, больше разных форм торговли, дешевле и качественней продукции. Ну, вы буквально вот несколько минут назад сказали, что фермер отдает свою продукцию, ее правильно упаковывают, ее правильно обрабатывают для того, чтобы потом эта продукция попала на полку. Вот вопрос по поводу брендирования. Очень много вопросов от фермеров нас заставляют, нас просят все сети сначала под своим брендом, то есть под сетевым брендом, да, продавать продукцию. Но мы бы хотели свой бренд. Вот какую, какой точки зрения вы придерживаетесь как законодатель? Правильно ли я понимаю, что вы за то, чтобы было больше брендов? Ну, тогда нужно поддерживать фермеров, чтобы они создавали свои бренды. Вот где найти вот эту грань правильно? Чтобы и сетевикам, да, у них было все нормально и хорошо, и фермерам. И у нас вот эта конкуренция, о которой вы говорите, была бы представлена в полной массе. Здесь важна золотая середина. Вот тема СТМ, собственной торговой марки, о которой вы говорите, она очень развита. И в определенные годы развития торговых сетей был вообще очень серьезный перекос в том, что всех малых производителей торговые сети заставляли фактически продавать товар под собственной торговой маркой. И знаете, для многих на тот момент производителей, у которых еще не было качественного бренда, которые не умели его продвигать, это был хороший выбор, ну, выход. Сегодня уже у фермеров, а это не дешевая продукция, эта продукция качественная, конечно, появляется свое лицо, свой потребитель, и сегодня они хотят продаваться не под торговой маркой сети, а под собственным брендом. И если мы сегодня придем в магазины, то увидим, что в крупнейших операторах собственных торговых марок стало не так много, как было раньше. Потому что потребитель хочет понимать, где он произведен, под каким брендом. Уже появляются вкусовые предпочтения, люди общаются, обсуждают и говорят, что возьмите творог под торговой маркой сети, это обезличенный продукт, который дает определенный стандарт, мы уверены в его безопасности, качестве, но говорить о вкусовых характеристиках, характеристиках полезности, о которых нам в дальнейшем придется думать и, возможно, даже законодательно носить определенные понятия, мы еще не можем. Поэтому я не думаю, что надо законодательно регулировать. Очень многое... Поддерживать? Поддержать фермера-то можно? Очень многое регулирует спрос. Вот сегодня наш потребитель хочет фермерскую продукцию, поэтому торговые сети, мы начинаем работать и думать, как их туда правильно завести. Не было бы спроса от потребителя на фермерскую продукцию, можно написать 10 законов, но результата не будет. Здесь мы увидели эту необходимость и понимаем, что надо законодательно урегулировать. Вот то же самое и с торговыми марками. Мы видим, что спрос на такую индивидуальную, уникальную продукцию есть. Это точно так же, как и мы, видят торговые сети, которые находятся в конкуренции. Я уверен, что они будут спокойно абсолютно работать с качественными брендами. Но надо понимать, что есть те, кто не умеет в малых формах хозяйства это делать. Потому что... И времени даже нет у них. Брендирование, да, это такая же... И продвижение собственного товара, это такая же компетенция, как помывка, сортировка. Если приехать на ферму, быт и уклад производства очень сильно отличаются. Конечно. Если кто-то делает это с семьей, у них нет времени даже до торговой сети довести. Я пользуюсь, например, продукцией одного фермера в Московской области. Кстати, выбор в вашем регионе, который вы представляете, очень большой. Но я действительно не смотрю на то, в какой быт. Я смотрю на качество продукции. И я понимаю, что фермеру тяжело это все упаковывать, брендировать под свое имя. Но я знаю, за что я плачу. Я знаю, с кого я могу спросить, если качество будет очень низкое. Но в этом плане все равно не хватает кейса, как говорят сейчас в бизнесе. Нужен некий кейс для того, чтобы его использовать для брендирования такого рода продукции. Это было бы очень удобно. И государство бы понимало, что происходит. Сети бы понимали, и фермеры бы понимали. Мне так кажется. А мы, потребители, так точно. Ну, видите, вот у вас есть такой запрос. Это хорошо. Я уверен, что вы здесь не одинокий. Я не один, поверьте. Такая тенденция чувствуется. И тут же есть еще возможности у мобильной торговли. Мы видим сегодня, вот многие фермеры, например, берут либо партнера, либо собственные покупают автотранспорт и довозят до конкретного своего клиента, которого они хорошо знают. Понятно, что цена у такой услуги всегда выше. Но потребитель получает то качество, которое есть. Поэтому больше форм, больше конкуренции, больше выбора для наших жителей. Мы также знаем, что фермеры разные бывают. Есть совершенно мелкие, есть средние, а есть уже крупные, семейные компании. Но многие из них, кстати, задумаются по поводу выхода на экспорт. И здесь они просят помощи у государства. Помогите нам, мы готовы. У нас объемы производства уже, в принципе, почти промышленные. В этом плане вы думаете, что-то делаете, советуетесь? Будете продвигать такого рода кейс тоже? Конечно. Вот если помните, когда мы обсуждали с вами органическую продукцию, мы говорили, что эта органическая продукция колоссальный потенциал. И я хочу напомнить, что у нас в органике в основном работают именно малые формы хозяйствования. И мы видим, какой спрос сегодня на органику у арабских стран, где резко растет уровень жизни и где низкий объем собственного производства. То есть есть запрос на импортную органическую продукцию. Я думаю, что вот у этой продукции потенциал экспортный самый высокий. И мы в рамках нашей работы обсуждали с участниками рынка, которые уже начали первые вот эти поставки, и говорили, скажите, какие меры поддержки вы видите. Вот сейчас этот каркас только формируется, но я думаю, что потенциал у этого сектора большой. Именно вот у органической такой премиальной продукции. Потому что... Есть препятствия, я так понимаю, да? Нет препятствий. Есть, конечно, сейчас логистические измененные схемы, по которым приходится работать. Но сегодня отечественная валюта курс слабеет, но это растит ее конкурентоспособность на международных рынках. И нам сегодня валютная выручка в любом случае важна. Поэтому мы сейчас ждем определенных предложений от наших производителей органической продукции, которые видят свой экспортный потенциал и готовы возить для того, чтобы начать уже набивать вот этот вот первый опыт и формировать вот такие уже стабильные поставки. Давайте подведем итог нашего сегодняшнего разговора, потому что я понимаю, что эта тема бесконечная, и можно на нее зайти с разных сторон. Все-таки господдержка сегодня аграриям в целом в чем нужна? В чем вы видите первостепенные свои задачи сейчас? Ну, если мы говорим именно о малых, о формах хозяйствования... Ну, о фермерах мы сегодня говорим о фермерах. Значит, то первое, это все-таки сохранение региональных мер поддержки. Это и помощь в закупке техники, это и помощь в переоснащении. И хочу напомнить, что многие регионы поддерживают своих производителей, переработчиков с точки зрения закупки нового оборудования для переработки. Вот все об этом говорят, важно сохранить то, что есть сегодня с точки зрения поддержки. Первое. Второе. Законодательно фермеры просят защищенного наименования. Фермерская продукция. Чтобы только они могли им пользоваться, это определенное конкурентное преимущество фермеров против крупных предприятий, которые промышленным способом производят свою продукцию. И третье. Это вот эта инфраструктура переработки, сортировки и поставки. Ее, очевидно, не хватает. Не хватает сортировочных линий, упаковочных линий. Есть абсолютно разный международный опыт. Где-то фермеры сообщают и делают, собираются в кооператив строить такую линию. Где-то приходят отдельные компании, которые создают эту инфраструктуру и вместе в партнерстве с фермерами это производят. Нам еще нравится модель Тульской области, где крупная торговая сеть фактически сама стала агроагрегатором, сама перерабатывает, сама упаковывает, сама поставляет. Мы вот выезжали на эту площадку, там с 4 часов утра уже очередь из машин фермеров, сдают свою продукцию, перерабатывают. Вот это третья инфраструктурная мера поддержки. Спасибо, Александр Владимирович. Мы продолжим наблюдать за ситуацией, которая складывается на фермерском рынке России. На наши вопросы в чал-сенатор Александр Двойных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова